Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам об уходовой косметике, которая предназначена по уходу за руками, за ногами, за губами и также за лицом. Итак, давайте приступим к показу уходовой косметики. Я расскажу свои впечатления об этой косметике. Перед вами все продукты, которые предназначены по уходу. То есть из категории уходовая косметика. Все эти продукты помогают и создают нашу красоту. Давайте я сейчас вам расскажу о каждом продукте. Ну, я свой рассказ и плюс поделюсь своими впечатлениями об уходовом продукте, который предназначен для ног. Я перед отпуском немножко себе почистила пяточки пемзы и решила испробовать этот крем на своих ножках. Я намазала его на ночь и вы не представляете, какие пяточки у меня были на утро. Мягкими, гладкими и плюс очень красивыми. Этот крем взяла с собой в отпуск и наслаждалась эффектом увлажненности. Кстати, у него текстура не очень жирная и крем хорошо впитывается. В обратной стороне вы можете почитать об этом креме и также, как его применять. Слышка у этого крема открывается легко. Этот крем белого цвета и он имеет очень приятный и нежный аромат. Следующий пойдет у меня крем для рук. Это интенсивное восстановление. Норвежская формула. Крем миниатюрный, маленький. Я взяла его с собой в отпуск. Он мне очень понравился тем, что он миниатюрный. И компактный, кстати, в косметичку он хорошо поместился. Плюс я его использовала в самолете и очень осталась довольной. Он, кстати, хорошо восстанавливает и защищает очень сухую и потрясающую кожу. После отпуска я приехала в другой климат. Здесь уже в Москве начались холода. И крем выручил меня тем, что руки сразу же у меня стали обветриваться. И плюс немножко стали сухими. И этот крем я просто выручил. Я очень довольна этим кремом. Имеет такой маленький аппликатор. Белый цвет. Он нежирный и быстро впитывается. Следующий крем будет крем уход для рук и ногтей. Это норвежская формула. Он предназначен для сухой кожи рук и ломких ногтей. Крем содержит нежирную текстуру. Крышечка открывается легко и просто. Крем имеет белый цвет и быстро впитывается обратной стороне. Вы можете прочитать об этом креме. С вами два продукта, которые предназначены по уходу за лицом. Первый продукт у меня пойдет. Ежедневный гель для умывания, для кожи склонна к появлению прыщей. Быстрый эффект. Помогает бороться прыщами день за днем и не присушивает кожу. Что могу сказать об этом продукте? Первое, что этот продукт не лекарственный. То есть, если вы хотите бороться с прыщами, чтобы они у вас прошли, нужно обращаться уже к врачам, чтобы они вам назначили лекарства. Этот продукт, он немножко как бы делает профилактику, чтобы предотвратить прыщи, но не лечит он прыщи. Как вы знаете, при перемене климата и плюс при прохождении акклиматизации, кожа наша страдает от этого. И я, как приехала в северную часть, то есть в Москву после отпуска, я использовала этот ежедневный гель и сделала маленькую профилактику, чтобы не появились у меня какие-то раздражения и плюс какие-то прыщики. Все-таки другой климат и кожа быстро не может сообразить, в каком климате она находится. Крышечка довольно туга. Я думаю, что очень даже хорошо, что продукт не вытечет из тюбика. Белого цвета, такой полупрозрачный, очень, кстати, приятный запах, мне понравился. Мне этот продукт понравился и он очень хорошо умывает лицом, плюс он делает маленькую профилактику. Идет у меня гель-аппликатор быстрого действия для кожи, склонной к появлению прыщей. Помогает уменьшить размер прыща за 4 часа. Если прыщик уже назрел и он уже в процессе воспаления, этот гель уже поздно применять. Лучше воспалиться другим средством, лекарственным, а не косметическим, уходовым. Вот такой интересный аппликатор, он удобный, чтобы наносить на кожу лица. Единственное, здесь очень резкий спиртовой запах. Такой полупрозрачный он по поводу спиртового запаха. Многим, возможно, этот запах не понравится. Но заметьте, это не парфюмерная водичка, которая должна приятно и вкусно пахнет. Это продукт косметический и предназначен он по уходу за кожей. Плюс это не лекарственные продукты, от которого можно получить больше эффекта. Это профилактические продукты, которые могут помочь и плюс немножко как бы снять воспаление и красноту. Следующий продукт у меня пойдет по уходу за лицом. Это новинка. Утренняя энергия, увлажняющая эмульсия, не содержит жиров, увлажняет кожу и придает естественное сияние. Я этим продуктом попользовалась и могу рассказать об этом продукте свои впечатления. После умывания кожа не покраснела, не воспалилась, прыщики какие-то мелкие не появилось. То есть аллергической реакции никакой не было. Мне понравился эффект от этой увлажняющей эмульсии. Плюс хорошо пенится. Ну и настолько, конечно, сильно, чтобы пена была воздушной, но довольно такая средняя. Слышка открывается легко и просто. Крем имеет белый цвет. Неприятно пахнет. Кстати, он даже напомнил мне детский шампунь. Но я не помню название. Я в детстве этим шампунем мылась. И сразу после того, как я намылила себе лицо, я вспомнила блаженственные детские года с этим шампунем, который я использовала в детстве. Мне запах просто нравился. Продукт мне этот понравился. Я с удовольствием его использовала. И последний продукт, который я хочу вам показать. Он идет у меня по уходу за губами. Я брала его в отпуск. Это бальзам помада, норвежская формула. Использовала я его в самолете. Он просто выручил меня. У меня в самолете просто начали сохнуть губы. Возможно, кто летал самолетами, знает, какой в салоне бывает воздух. Очень сухой и не увлажненный. Поэтому в самолете нужно использовать такие средства, которые увлажняют кожу, рук, лица и губы. Вот я его выдвинула на всю длину, которая вмещалась в этот тюбик. И могу сказать, что он экономный. То есть, в принципе, надолго хватит. Да, мне этот понравился. Плюс он меня выручил в самолете. Так что я очень довольна этим бальзамом. Мое видео подошло к концу. Я показала вам те продукты, которые идут из уходовой косметики. Спасибо вам всем за комментарии. Спасибо вам всем за просмотр. Будьте всегда красивыми, ухоженными и привлекательными. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok